Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Переоценить значность наукового супроводжения этого процесса немогчима. Тем более, что одночасово с климатичными изменениями начали отбываться и изменения в природном осяродье. Некольки тыдня тому науковцы института леса в первую очередь выявили мутации жуков караедов, которых не было и еще лет. Чем их поводины будут отразиваться и какую шкоду эти насекомые могут принести науковому осяродью, поколь неведомо. Мы увидели гибридные особи, непонятно откуда они взялись, и является ли эта вспышка, определяется именно гибридными этими особями. Пока для нас это не совсем ясно, потому что мы эту работу только буквально три недели назад сделали. И сегодня ведем анализ и будем дальше идти для того, чтобы понять суть происходящего. Сегодня у Гомеля прошло первое организационное посяжение Молодежного совета. И он будет действовать при областном совете депутатов. По часу встречи у новой структуры вызначили старшиню, его наместника и составы комиссии. С подробностями Ганна Каральчук. Решение об створении Молодежного совета было принято весной. Аналогичная структура уже девятый год действует при Гомельском горвыконке. И ее работа показала, что молодому поколению требует выходить на областный уровень. Сейчас юнаки и девчата держали мягчимость удельничать в процессах социально-экономичного развития Гомельщины. Например, уносит пропановы о принятии законов, которые закрывают интересы молодцы. Учиться они будут у старших коллег областного совета депутатов, которые в свою очередь должны поддерживать молодых людей с организаторскими сдольностями и лидерскими якостями. Они нам помогут глубже вникать в проблемы молодежные, слышать, может быть, более внимательно наших молодых людей. Ну а потом, это же ведь молодые люди наши, это прогресс, это цивилизация. Ведь все новое, это же приходит у нас, кто первым схватывает любое новшество, это наша молодежь. У кампании по отбору кандидатов приняли удел 183 человеки в возрасте от 14 до 31 года. У выника у склад молодежного совета увошли 26 удельников, по одним от каждого района и 5 забластного центра. Всяродых наученцы, студенты и працовная молодь, якая представляет сферы промысловости, аховы здоровья, адукации, спорту и культуры, а так само силовые структуры. Первым обранным старшинем молодежного совета стала Галина Друзь, педагог-организатор середней школы номер один Гомеля. Дзялчины знаходятся у кадровом резерве Гомельского облвыконкама. Молодежи намного проще общаться со своими сверстниками, людям куда проще высказывать свое мнение кому-то, кого они считают наравне, кому-то, кому они относятся так, как равному. И поскольку у нас есть эти преимущества, и у всего молодежного совета нашей области есть силы показать не только себя, но и показать самых лучших людей нашей области и вынести на рассмотрение самые лучшие идеи. Наместником старшини стал Дмитрий Стагначоу, головный специалист Жилобинского района Канкама. При совете так само сформировали пять постоянных комиссий, которые будут регулировать профориентацию молодежи, спорт и здоровый лад життя, громадско-патриотичную адукацию и профилактику правопорушений, организацию вольного часа и культурно-массовых мероприемств, экологию, волонтерство и связи с громадскостью. Сегодня молодые люди только познайомились, а на наступном посаджении повинны будут унести корректировки и пропоновы в проект плана работы на 2020 год. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Гомельский областный центр Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта отримал гранту по мере 100 тысяч рублей. Это стало мягким, благодаря доброчинному проекту «Велком бегом. Европейские забеги». Его мета допомогает детям-спортсменам с обмежованными мягчимостями. Суммарная дистанция марафона – 200 тысяч километров. Переодолеть их нужно за 50 дней. Скончится забег 30-х отчервяня у день завершения других европейских гульнов. Сумму доброчинной допомоги – 200 тысяч рублей – разделили по межреспубликанским центрам олимпийской подрыхтовки по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта и гомельской установы. Финансирование спорта высших достижений в паралимпийском – оно довольно на высоком уровне. А что касается подготовки деток, то, конечно, везде есть трудности в регионах в том числе. Директор сказал, что необходим микроавтобус, место на 15, чтобы возить на соревнования своих юных спортсменов. Поэтому мы еще провели переговоры с компанией «Фольксваген», где они довольно внушительную скидку сбросили. Поэтому будет денег достаточно для того, чтобы приобрести комфортабельный автобус. Гомельский областный центр олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта открыли два года тому. Зараз тут займается амаль 200 спортсменов с обмежованными махшимостями. Это инвалиды по зроку слыхают люди с серьезными травмами опорно-рухального аппарата. В центре яны могут займаться 11 видами спорта – у темлику, волейболом, плаванием, настольным теннисом. Сегодня у Беларуси означается День работников прокуратуры. Ее дейность началась в 1922 году, после принятия решения Центрального выполнения комитета Беларуской СССР об прокурорском нагляде об борьбе со злочинностью. Прокуратура – перш за все правооборонщий, а не карный орган. Одна из ее основных задач – оборона правов и свободы грамотян. Сумленность, принциповость и профессионализм – неотъемное потребование до кожного работника органов прокуратуры. Именно в этой якости объедновывают все поколения прокуроров, которые присвятили свое житеслужению законности. 26 февраля – это еще и день утворения адвокатуры Республики Беларусь. Гомельская областная коллегия адвокатов объедновывает 199 специалистов. В нашем регионе працуются 24 юридичные консультации и 6 адвокатских бюро. 15 адвокатов ведут индивидуальную деятельность. Равнение налепших ужиновать ветеранов службы и означать молодых супрацовников во Управлении внутренних справ Гомельского облвыконкама отбылись урочистости, примеркованные одразу до некольких святочных дат. Сход просвятили Дню молодого супрацовника органов внутренних справ и 28-й годовине с основания Беларусской громадской организации ветеранов органов внутренних справ и внутренних войсков. Пероевность поколений – основа эффективности працы каждого подразделения. У милиции Гомельской области несут службу и в опытные супрацовники, которые имеют на своем рахунку сотни раскрытых злочинств и недавние выпускники ВНУ. Это как раз совпадает по всей нашей деятельности, по всей нашим программам взаимодействия ветеранов с молодежью, организации воспитательного процесса, пропаганды деятельности органов внутренних дел, ну и взаимодействия в своих милицейских коллективах. За активную делу громадянско-патриотичным выхованием молодей в их громадском житии ветераны службы узнагороджены медалями «100 год милиции Беларуси». А за шмотгадовую добросумленную бездакорную службу нагрудными знаками за отданность, обовязку и присязе. Подяки отримали молодые супрацовники, які выдатно себе показали за короткий термин службы. Их батькам вручили подячные листы за выхование достойных громадян Айчины. «Беларусь. Памятая» – масштабная акция по захованию исторической памяти и умоцевании связи поколений протягивается. Сустречу с ветеранами Великой Айчинной войны провели у Центральной городской библиотецы Герцена в Гомеле. У дельницей размовы стал и наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Их одногодкам выпала тяжкая доля – голод, холод и постоянный страх. Дети войны расповедают истории своего життя в диалогу с молоддью. И на десауч, старшиня городской организации, Дети войны народилась у концлагеря в Штутгарте в 1944 году. Ее мать и шмат расповедала девочинцей об жизни в этих умовах. Успоминать ей рассказы без слез немогчимо. По рассказу мамы мы там испытали голод, холод, унижение, оскорбление, потерю родных и близких. Но когда вернулись обратно, пришлось пережить все то же, только со стороны советского режима. Мы считались врагами. Мы пребывали в лагерь, в первую очередь всех регистрировали в общие книги. С этого дня узники уже не имели ни фамилии, ни имени, а их вызывали по этому номеру. Инайда Петровна и иншие члены объединения Дети войны регулярно сустракаются с молоддью. Сустречу поколений – это важная частка акции «Беларусь памятая». Юным слухачам за все, да складано стремливать эмоции. Прошло много лет, как закончилась страшная война. И мне кажется, такие мероприятия, они очень актуальны в современное время, так как нынешняя молодежь не знает войны. Мы знаем о войне из книг, из фильмов, из рассказов ветеранов. И вот именно поэтому очень важно. Также на данный момент идет проект «Внуки по переписке». Наш парламент поддержал этот проект. Уже более 200 писем нашли своих адресатов, то есть школьники, студенты, работающие молодежь пишут письма в дома престарелых. Успаминами ветераны и дети войны делились с войсковцами с части 1242 и удельниками проекта «Мы памятаем, мы гоноримся». Написанные в его рамках эссе «Успамины» про паддеи военного часа увайшли у одноименный сборник, подрихтованный супрацовниками городских библиотек. Библиотеки города давно и плодотворно занимаются популяризацией знаний о войне, о тех людях, которые живут на территории города Гомеля, которые воевали, которые так или иначе война отразилась на их жизни. Еще несколько лет назад, в 2015 году, библиотеки города объявили акцию по сканированию фотографий из домашних архивов. Мы не ожидали такой активности, это был очень интересный материал. Подчас встречи удельники повязали символичные стушки на древо памяти. Червоные – у память об тех, кто не вернулся из войны. Зеленые – у гонор тех, кто выжил. Покидаючи стушку, удельники рассказали истории своих близких. Некоторые не знают, что их прадедушки, прабабушки воевали. Вот это прочувствовать им все-таки нужно. И, так сказать, найти в своем генеалогическом древе действительно человека, прадедушку, которым ты можешь гордиться. Потому что, ну, это очень важно. Это все-таки наша история. В планах волонтерского отрада организовать доследший центр, в котором молодь могла бы вучать историю своей семьи, чтобы в наступном году принять уделу акции «Беларусь памятная». Вероника Хамзюкова, Игорь Марышченко, Василия Сепцов. Толерадоя компания «Гомель». Оранжевое здоровье небеспеки объявлено в Беларуси на 27 червяне за ливня у на больницы шквалистого ветру. Раница и у день у многих районах республики чекается узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру в нашем регионе складе до 28 градусов в день и до 23 в ночи. А в пятницу и субботу уже значительно ниже, до 16-18 в ночи, каля 20 в день. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле на улице Рогачевской горел частный дом. Пламя вырывалось из окон строения, а дым видели издалека. Вот кадры очевидцев. Возгорание случилось накануне поздно вечером. Тушить коттедж приехали 4 пожарных расчета. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. Известно, что сгоревший дом подлежал сносу. В Речице в декоративном пруду утонул 4-летний малыш. Это произошло на территории частного домовладения семьи, в которой проживал ребенок. В 20.30 мальчик вышел из дома во двор. Мать подумала, что к отцу в гараж, но малыш направился к водоему, где и произошла трагедия. Пруд огорожен забором сеткой, в которой есть калитка. В закрытом положении она фиксируется проволокой. В Следственном комитете сейчас выясняют обстоятельства ЧП. В этом году уже трое несовершеннолетних погибло при падении в яму, в технический колодец и в копанку. Хотелось бы обратить внимание граждан, что водоемы на частных подворьях или вблизи них, а также различные емкости с водой представляют серьезную опасность для детей, особенно малолетних. Парник для марихуаны. Житель Гомеля создал все условия для выращивания сортовой конопли, но в бизнес мешались правоохранители. В начале мая они задержали мужчину, проведя силовой захват у него в гараже. Житель областного центра придумал высокорентабельный бизнес, вместе с другими культурами у себя на огороде под пленку высадил коноплю. А в мае уже стал продавать первые сборы урожая. Наркозбытчика взяли с поличным, когда он сбыл два пакетика с марихуаной массой около 8 граммов. Правоохранители осмотрели подворье задержанного и нашли парник. Наркоботаник специально оборудовал его для выращивания конопли, которую использовал для изготовления марихуаны. В ходе проведения обыска изъяты кусты наркосодержащего растения, лампа, инструменты для просеивания. Материалы проверки переданы в Гомельский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Пенсионерка из Ветковского района заготовила 600 литров самодельной браги и утверждала, что на крестины. Сотрудники милиции проводили оперативные мероприятия и решили проверить домовладение женщины. Интуиция их не подвела. В сарае гражданки они нашли три бочки браги. Из этого количества сырья получилось бы 150 литров добротного самогона. По словам местных соседей и приезжей, нередко отоваривались у хозяйки натурпродуктом. Однако пенсионерка все отрицает и говорит, что готовила к семейному празднику крестинам. Три литра жидкости сотрудники отправили на экспертизу, остальное вылили на землю. Проводится проверка. В ГАИ обеспокоены количеством ДТП с участием пешеходов. С начала года произошли 72 аварии. Пострадали 63 человека, 12 погибли. 25% от общего количества наездов произошли по вине пеших участников дорожного движения. Больше всего несчастных случаев на загородной дороге. Нередко именно передвижение вдоль проезжей части становилось условием ДТП. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, в ходе которого еще раз напомнили и водителям-пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Госавтоинспекция просит водителей не оставаться безучастным. Если вы заметите на проезжей части пешехода в темное время суток, который движется с признаками алкогольного пенения, который не обозначил себя светоотражающими элементами в соответствии с правилами дорожного движения, позвоните в госавтоинспекцию, позвоните по телефону 102. Этот звонок действительно важен для нас. Этот звонок позволит сохранить, возможно, чью-то жизнь, предотвратить дорожно-транспортное происшествие. У меня все. Далее новости спорта. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. По итогам пятого дня вторых европейских игр Беларусь держится на второй строчке медального зачета. В копилке нашей сборной на утро среды 43 медали – 15 золотых, 9 серебряных и 19 бронзовых. Еще одно золото завоевали утром представительницы нашего региона Ольга Худенко и Марина Литвинчук. Они стали первыми в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Также сегодня на старт выйдут белорусские легкоатлеты. Наша сборная с квалификационного раунда сразу попала в полуфинал. В составе команды выступит гомельчанка Юлия Костючкова. Она будет бежать смешанную эстафету 4 по 400 метров. А накануне гомельчанин Владислав Смягликов победил боксера из Грузии Николаса Бигадзе и пробился в полуфинал. Хоккейный клуб «Гомель» начал подготовку к новому сезону. После медосмотра хоккеисты отправились на базу отдыха, где пробудут две недели. В распоряжении Сергея Стася 26 полевых игроков учебно-тренировочный сбор на земле послужит для закладки фундамента физической подготовки к предстоящему сезону. Голкиперы Роман Бабарико, Алексей Мерзлов и Андрей Грищенко остались в «Гомеле». Они работают по индивидуальной программе под руководством тренера вратарей Александра Шумидуба. Между тем, на тренерской скамье Жлобинского металлурга «Пополнение». Помогать Анатолию Степанищеву будут два украинских специалиста. Ассистентом главного тренера стал Анатолий Хоменко. Специалист играл в украинских клубах. Входил в тренерский штаб Ярославского локомотива. Возглавлял сборную Украины. Вторым ассистентом Анатолия Степанищева назначен Игорь Карпенко. Итог игровой карьеры специалиста – победы в чемпионатах Беларуси, России и Украины. Участие в 12 чемпионатах мира и Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. После Игорь Карпенко тренировал вратарей в клубах МХЛ и ВХЛ. Новости из стана серебряного призера чемпионата Беларуси по мини-футболу. По истечению трудового договора стан Гомельского в РЗ покинул голкипер Вадим Олешкевич. В составе вагоностроителя игрок провел один сезон на его счету участие в 13 официальных матчах. Напомню, что ранее команда заявила об уходе Дмитрия Шамли. В стане гомельской дружины он провел три сезона и трижды становился серебряным призером чемпионата страны. Карьеру Дмитрий Шамли продолжит в киевской команде «Хит». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова